Девушки отдыхают Задержанный признался, что таким образом пытался избежать наказания за хранение наркотиков Покажем погоню за Мерседесом и Газелью, водители которых не подчинились требованию об остановке И что стало причиной поведения водителя Митсубиси Паджеро, который 2 ноября совершил и скрылся с места нескольких аварий, в которых пострадали люди А также приговор мужчине, забившего табуреткой своего собутыльника Признать винову на совершение преступления, предусмотренной частью 1-го и 165-го кодекса российского, назначенных ему наказанием Это и не только, прямо сейчас Сверток с прыжкообразным веществом выбросил пассажира, но при виде стражи порядка ночи на улице Хлебозаводская Как позже признался, он только поднял его из тайника, как увидел полицейских и поспешил от покупки избавиться Но стражи порядка это видели и задержали и его самого, и остальных двух человек, которые находились в иномарке К слову, зачем они приехали среди ночи на пустынную улицу, где расположены предприятия, как уверял задержанный, его товарищи не знали Товарищи не знали, зачем они сюда приехали? Нет То есть вы подставили таким образом сейчас? Не подставили, они не знают, ну да, вот просто вот эта процедура вся А так они не знали Полицейские заметили, как среди ночи из Рено вышел мужчина и ушел в сторону лесопосадки Через время вернулся и сел в машину Автомобили решили досмотреть, после этого он и выбросил Сверток При каких обстоятельствах вы были задержаны? Вот на данном месте? Скинул Что скинули? Сверток Сверток Что за Сверток? Пластилин 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 не открывал А что заказывали? Нет Это что у нас? Нет Он не стал скрывать, перевел деньги неизвестному ему человеку В мессенджере получил координаты, где сделан тайник И с товарищами поехал забирать заветный Сверток С какой целью приобретали вы? Потребляю Для личного потребления Сколько? По сумме Два грамма, да? По сумме сколько платили? В сумме? Шесть, семь, семь При себе больше ничего запрещенного ни у него самого, ни у его товарищей не нашли Последние уверяют, что вообще не подозревали об истинной цели визита на пустую промышленную улицу у лесопосадки Я не знал, что зачем? Они, значит, остановись, посекся, пока едут, ну, отойдем Я говорю, ладно, я остановился Знакомый ваш Ален? Мы знакомый А он где этот Сверток поднял? Я не в курсе Я стоял, ждал Водителя Рено после досмотра передали сотрудникам автоинспекции Они предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на наличие в организме запрещенных веществ На процедуру мужчина согласился и сдал в больнице все необходимые анализы У его товарищей полицейские взяли смывы с рук, чтобы убедиться, кто именно держал тот Сверток Мне получается полпуста, полпуста, это вообще не эпидемия называется Всех задержанных доставили в отдел полиции, а изъятое вещество отправили на исследование Если экспертиза подтвердит, что в Свертке действительно значительный объем синтетического наркотика и приобрел его мужчина без цели сбыта, то в отношении него, вероятно, будет возбуждено уголовное дело Статья предусматривает до трех лет лишения свободы Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, Вызов 112 Водитель Митсубиси Паджеро Спорт, устроивший вечером 2 ноября в Казани несколько аварий, в которых пострадали люди находился в состоянии наркотического опьянения Стали готовы результаты глубокого анализа крови мужчины Напомним, 40-летний мужчина друг за другом совершил 4 ДТП В трех из них пострадали люди Установлено, что на улице Зерекле он сбил 25-летнюю девушку и скрылся с места происшествия Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу и позже отпустили из травмпункта Через 20 минут после этого наезда на улице Краснококшайская он протаранил Шевроле Авеева, водитель которой только тронулся со светофора После чего легковушку откинуло в столб Молодой человек в столкновении с внедорожником и столбом тогда получил различные травмы А через 20 минут после столкновения с Шевроле на улице Залесная он же врезался в Киэрию, которая от удара отбросила на Киа Спектра В этой аварии пострадала 42-летняя пассажирка Киа Позже он совершил еще одну аварию в поселке Константиновка Автоинспекторы нашли его дома, алкоголем от него не пахло, но ни родственники, ни сотрудники ГИБДД не могли назвать его поведение адекватным Мужчину доставили в больницу и сделали анализ крови, который и выявил наличие запрещенных веществ в организме Сейчас мужчину ждет суд, лишение прав и постановка на учет в соответствующий диспансер Также будет назначена медицинская экспертиза и в отношении пострадавших, чтобы оценить, какой вред здоровью они получили Водителя Мерседеса, который не подчинился требованию об остановке, задержали автоинспектора на перекрестке улиц Губкина и проспекта Победы Уходя от погони, он хотел повернуть налево, при этом из-за высокой скорости не справился с управлением Вылетел на трамвайные пути и вместе с пассажирами пытался скрыться бегством, но безуспешно Водителя задержали Им оказался 27-летний молодой человек, ему предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме Он отказался, а теперь его ждет суд, который, вероятно, лишит водителя прав на срок от полутора до двух лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей Но гораздо серьезнее санкции его ждут от каршеринговой компании За езду в нетрезвом виде штрафы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей Не подчинился требованию об остановке и водитель автомобиля Газель В половине третьего ночи он, приведя автоинспекторов, сильнее нажал на педаль газа, чтобы скрыться с глаз сотрудников ГИБДД От преследования уходил, не обращая внимания на правила движения Проезжал перекрестки на красный сигнал светофора Понимая, что на дороге скрыться ему вряд ли удастся Выехал на пересеченную местность Постарался уехать от стражи порядка по проселочным дорогам частного сектора поселка Вознесение и полям В конечном итоге он на 10 метров заехал в реку Нокса, где и застрял Водитель тут же выскочил из салона и постарался убежать, но все равно был задержан Причина, по которой он не желал встречи с сотрудниками ГИБДД, стала понятна сразу У 27-летнего мужчины были все признаки алкогольного опьянения От прохождения освидетельствования он не отказался Алкотестер показал больше 0,8 мг чистого алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха Газель из реки достали эвакуатором и отправили на штрафстоянку Молодой человек продолжил свой путь уже пешком Пешеходом ему, вероятно, предстоит быть ближайшие полтора-два года И заплатить штрафы на сумму больше 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде Проезд на красный свет и неподчинение требованию об установке Два человека, 19-летний водитель Киэрио и 18-летняя пассажирка пострадали в результате аварии в Тукаевском районе Они ехали из Челнов в сторону села Ильичевский По предварительным данным, молодой водитель не выбрал безопасную скорость Именно поэтому не справился с управлением, выехал на встречную полосу А потом слетел с дороги, где машина перевернулась на крышу Обоих пострадавших с различными травмами госпитализировали в Челнинскую больницу Обвиняемому в убийстве Нижнекамский суд вынес приговор 38-летний мужчина, как доказала сторона обвинения, во время пьяной ссоры закололся бутыльника отверткой и добил табуреткой В следствии судебное слушание длилось почти год, как доказала сторона обвинения в декабре минувшего года Также на проспекте строителей двое мужчин распивали спиртные напитки И во время застолья между ними вспыхнул конфликт Словами донести до оппонента свою точку зрения подсудимый не смог и схватился за отвертку Ей и нанес товарищу множество ударов в грудь, живот и голову А затем добил человека табуреткой Смерть, как установили эксперты, наступила от открытой черепно-мозговой травмы Признать виновным в совершении преступления подусмотренной частью 1-го статьи 105-го кодекса Российского Раз назначено ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания с предковой нестрогой режима Приговор подсудимый выслушал, но в силу вердикт еще не вступил На обжалование решения суда дается 15 дней Ранья Абдрахманова, Светлана Шумкова и Максим Липин, вызов 112 Это все, о чем успели вам рассказать обо всех происшествиях Вы можете сообщать нам по телефону 570 5050 или на мобильный 898 69 112 112 Также мы доступны в социальных сетях, присылайте видео, снятое вами В студии была Эльвира Фазлиева, до встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его вам примет